Пришедший к власти на волне цветной революции премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вел свою страну к поражению, отметил политолог и публицист Сергей Мардан. По словам эксперта, официальный Ереван последние пару лет пренебрежительно и без уважения относился к Москве. Армения – маленькая страна, окруженная недружественными государствами, – подчеркнул эксперт. Николу Пашиняну следовало каждое утро изучать карту региона, а потом забрасывать Кремль заверениями в своей лояльности, ведь спасти Ереван может только Москва, отметил публицист. Политолог напомнил, что после прихода к власти нынешний премьер Армении начал уголовное преследование экс-президента Роберта Кочаряна, у которого дружеские отношения с Владимиром Путиным. Просьбы из Москвы оставить политиков покоя в Ереване не услышали, отметил эксперт. По его мнению, Пашинян нанес оскорбление Путину, когда нарушил дипломатический протокол и не приехал встречать российского лидера в аэропорту Еревана в октябре 2019 года. Такой жест не мог остаться безнаказанным, теперь Москва отказывается вмешиваться в войну в Карабахе, – пояснил Мордан. Да и к войне Армения готовилась из рук вон плохо, – считает публицист. Пашинян отправил в отставку многих толковых военачальников, не позаботился об укреплении обороны и должной подготовке армии, – констатировал Мордан.